Привет, я Тай, и вы смотрите видеоурок по DJI Spark. В этом видео мы рассмотрим интеллектуальный режим полёта QuickShot — «Быстрая съёмка». В режиме «Быстрая съёмка» вы можете выбрать один из четырёх автоматических шаблонов полёта и записывать видео, направив камеру на желаемый объект. Находясь прямо в полёте, нажмите на значок интеллектуального полёта с левой стороны экрана, а затем нажмите QuickShot. Чтобы пользоваться режимами интеллектуального полёта, вы должны находиться в режиме P-Mode и иметь хороший GPS-сигнал. Также убедитесь, что вы находитесь в зоне, свободной от препятствий. В режиме «Быстрой съёмки» не забывайте каждый раз нажимать на красный «Х» на экране, чтобы остановить «Спарк» при его приближении к какой-либо преграде. Для начала выделите объект для съёмки. Вы можете просто нажать на объект или обвести его рамкой точно так же, как в режиме ActiveTrack. Внизу экрана вы увидите четыре значка, представляющие разные типы режима быстрой съёмки. Дроне, Circle, Helix и Rocket. Находясь в любом из этих режимов, нажмите «Go» на экране, и «Спарк» поднимется в воздух и начнёт запись видео. В режиме «Дроне» «Спарк» поднимается вверх на 60 метров, отдаляясь от цели и получая широкий обзор окрестностей. Выберите Circle, и «Спарк» единожды облетит цель. Выберите Helix, чтобы взлететь вверх по спирали, при этом радиус вращения будет постепенно возрастать. Ну а в режиме «Рокет» «Спарк» пролетит 40 метров перпендикулярно вверх с опущенной вниз камерой. Надо сказать, что длина дистанции для режимов «Рокет» и «Дроне» удвоится при использовании пульта управления. Даже если «Спарк» потеряет объект трекинга, он продолжит своё движение по заданной траектории, пока съёмка не будет завершена. Когда она завершится, «Спарк» автоматически начнёт возвращение в начальную точку. Чтобы прервать возвращение «Спарка» домой, нажмите на красный «Х» на экране. Приложение будет создавать 10-секундные превью-видео QuickShot для вашего удобства. Чтобы посмотреть и поделиться вашими кадрами, выберите видео из альбома, затем нажмите на значок загрузки, расположенный под видео, пока вы подключены к дрону, чтобы переместить кэшированное видео вместе с несжатым оригиналом с SD-карты на ваше мобильное устройство. Нажмите на значок редактирования, расположенный снизу справа, и вы увидите несколько значков на экране. Нажмите на символ «Т», чтобы добавить название вашему видео. Вы также можете выбрать музыку из меню, расположенного снизу. Нажмите на галочку в верхнем правом углу, когда закончите редактирование. Далее нажмите на значок в виде стрелки, чтобы поделиться вашим видео QuickShot в социальных сетях. Ну вот и всё, что вам нужно знать о режиме быстрой съемки. Смотрите наше следующее видео, в котором мы обсудим, какие изменения произошли в режиме TapFly у дрона Spark. Спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз!